Кстати, о беспокоенность в связи с новым законом выразили дипломаты Венгрии и Румынии. По их оценке, документ нарушает права венгерской и румынской общин в Украине. В заявлении МИДа Венгрии принятые нормы, авторостепенном статусе языков нацменьшинств, вообще названы «ножом в спину Венгрии», а решения украинских депутатов, я процитирую, «постыдным и противоречащим европейским ценностям». Не остался в стороне и польский МИД. Там пообещали наблюдать за процессом реализации нового закона об образовании в нашей стране и обеспечить украинским полякам доступ к обучению на польском языке. И все-таки скандальность законопроекта об образовании пока еще нельзя сравнить с теми дискуссиями, которые может вызвать голосование по другим реформам. Вот скажем, на очереди у депутатов реформа здравоохранения. Предложенный Минздравом вариант в большинстве полицил пока поддержать не готовы. И это еще мягко сказано. Многие политики называют этот вариант реформы чуть ли не демонтажом украинской медицины. И если его начнут продавливать через парламент, дело может закончиться еще и массовыми протестами. Судьба пенсионеров – другой болезненный вопрос. Тут политикам придется поспешить, ведь уже с 1 октября Кабмин обещал повысить пенсии в Украине. А для этого нужно позитивное решение в Раде как раз по правительственному варианту реформы. Впрочем, с пенсиями Кабмину обещал помочь президент. Об этом он сказал в четверг, выступая в Верховной Раде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Я сподіваюся, что наступного тижня Верховная Рада Украины прийме наш спільный проект пенсийной реформи, который был разработан урядом, подтвержден и доопрацованной Национальной Радой реформ при президенте Украины. Очень больший внесок сделали вы. Я очень надеюсь, что это даст возможность восемь для значительной части пенсионеров увеличить пенсии. Это, как я уже неодноразово сказал, главная и принциповая реформа, позиция, которая даст возможность и оздоровить ситуацию с выплатами пенсий, и поддерживать подвищение пенсий. Я еще раз наголошую, я є участником этого процесса и полностью это поддерживаю.